Всем привет, мои хорошие! Начинаю новое видео. Сегодня, несмотря на 35 градусную жару, вообще у нас эта неделя будет очень жаркой. К выходным 37 даже будет. Выхожу я сегодня из дома уже второй раз. Сейчас уже около трех часов. А где я была? Почему не стала снимать сразу? Для того, чтобы не спугнуть удачу, девочки. Потому что я опять занимаюсь проблемами ЖКХ. Ну, то есть я уже, как говорится, решила продлить. Я была занята несколько дней. Вот, в общем, утром я сегодня сходила в банк, взяла выписку за последний год. Потом я поехала в ЖЭУ, в бухгалтерию. Мне сказали, выписка эта не нужна. Не будут они делать перерасчет. А просто для того, чтобы у меня убрали из квитанции дочку с ребенком, мне для этого нужно взять справку по-спортистке о составе семьи. Нужна квитанция ее. И справка, которую мы взяли уже в чистом городе, что задолженности нет. То есть они как бы должны, еще надо будет написать заявление. И они должны, в общем-то, как бы убрать двоих у меня с квитанциями. Ну, сейчас я вышла и еду к паспортистке. Паспортистка у нас сегодня с трех часов работает. Бухгалтерия до пяти, они там рядышком находятся. Потом мне нужно будет ехать в садик за нас, всех шести часам отвезти ее на тренировку. В общем, такая задача у меня на сегодняшний день. Я надеюсь, что не будет очередей. Ну, по крайней мере, у паспортистки. Надеюсь, что это все сегодня уже я закончу. Ну, придется мне потерпеть эту жиру. Мне придется, конечно, пожарить, сейчас побултыхаться несколько часов. Ну, хотелось бы уже вот это все закончить, завершить это дело, чтобы к этому уже не возвращаться, чтобы не растягивать это все надолго. Так что вышла я на солнышко. В общем, бегу на остановку. Мне несколько остановочек надо проехать. И потом занырнуть уже в помещение, где работают сплиты. Шляпу не стала одевать, потому что на солнце гулять не собираюсь. Только очки. И, в общем, сейчас быстренько-быстренько и в помещение. Вот вы за ней. А вы за кем? Я сам мужчина. Мужина на улице. Мужина занимала очередь на тот, кто дедушка в садик. А, вот она. Девушка в садик где-то. Да, она тут глупает. Вот она. Жесть. Вот там очередь. Вот там очередь. Вы не топайтесь. Женщина, вы только справку забрали. И мне забрать только справку. Нет, это не будет. Нам сказали без очереди. Это всем сказали. Да. Как вы можете вас бы не забрать? Паспорт просто забрать и все. Честное слово. Стоим уже 45 минут, 50 минут стоим в очереди. Девушка, вы за рождение время посидите. Тоже справку забрать? Так, уже ли? Тоже справку забрать? Стоим уже с пол третьего. Вот займите очередь и постойте, пожалуйста. Да, я вам тоже заняла лучше. Это просто. Мне тоже. Бессовестность. Два папа что-то забрать и два такуни. Получается, когда люди рубают. Почему? Чего там? Стоять-то надо мне. Да еще женщина не выходит. Там еще женщина. Выходите отсюда. Выходите, выходите, девушка. Выходите отсюда. Не пройдете. Вы не пройдете. Не пройдете. Сбоконей вот там. Мужчина на воду. Она выгнала. Вот это вот обманул. Молодец. Молодец, умничка. Прорыв воды. Прорыв. Закрывайте, пожалуйста. Женщину тогда не говорить, что зайдете без очереди. Мы бы сказали, зайдете без очереди. А нам всем говорят. Зачем они тогда так говорят? А почему мы должны быть? Лешка, претерзи Крым, кто это вам сказал? Люди. Люди стоят, ругаются. Правильно ругаются. Все занимают. Вот именно. Не мужик глобатка. В твою очередь, все вперед хватает. Не бойтесь. Не бойтесь. Да, стоите. Вот за вами мужчина. Он не забудет. Заходите, а через мной. Очередно. Зашел уже. Зашел уже. Придите сам. В шести. Мне некогда все это делать. Дай. Я понял. Это ну вообще там очереди. Мы не прошли. Да, если ну вот там. Вот так вот мы зайдем. Пока на всех провели. Сидим в очереди. Всем сказали, заходите без очереди. И мы все дружно хотим зайти без очереди. А очередные не могут зайти. Ага. Вот. Так что да, мы даем. Все, девочки. Все, девочки, вышла я из бухгалтерии. В общем, у паспортистки я просидела полтора часа. Ругачку вы эту услышали. И вот буквально вот из бухгалтерии я выхожу. А вот здесь вот вход в паспортистки. Буквально дверь в дверь. Через стенку находятся. И утром была у бухгалтерии. Она сказала к паспортистке. К трём часам поехала к паспортистке. И в конце концов посидела в этом шумном коридоре тесном, где все орут, все без очереди норовят в полезь. Мужик один пришёл, вообще говорит, я тут замначальника ЖЭУ. И пропустите меня. А женщины стали намертво на двери. Нет, покажите удостоверение и всё. Нет, он всё-таки прорвался. Нет, он сначала говорит, Наташа, выйди. Я сейчас закрою вот эту шарашкину контору. Сейчас вообще вас всех отсюда прогонят. В конце концов он прорвался в кабинет. Ну молодец паспортистка, что она его не пустила. Вывела его в коридор за дверь и сказала. Я этого человека не знаю. Представляете, какая наглость уже, да? Ой, всё, сейчас я мчу уже за Настей. В общем, через такие вот мучения, девочки, всё это делается. Это кошмар. Ну, я всё-таки стойко высидела эту свою очередь в паспортистке. Зашла к бухгалтерию, они там что-то не принимают. У них какой-то там сабантуйчик, у кого-то день рождения. В конце концов вышла женщина, сказала, напишите заявление. В общем, взяла у меня справки, всё, перерасчёт к вам. Не перерасчёт, перерасчёта не будет. Просто квитанция с изменениями у вас уже выйдет. Ну, следующая квитанция уже с изменениями. В общем, короче, вот такое дело. А, кстати, что ещё я вам хочу сказать, чтобы знали, если кто-то столкнётся. Я, когда пошла к паспортистке, у меня сын перепрописался уже полтора месяца назад. А у неё в картотеке он числится вместе с Настей. Хорошо, что я взяла с собой ксерокопии их регистрации. И, в общем, там внесли изменения. Она говорит, вот те, кто идут в МФЦ, им приходится ещё ходить потом в бухгалтерию, туда-сюда, в паспортистке. Если бы они сразу пришли к паспортистке менять прописку, то уже паспортистка все бы данные подала бы во все коммунальные службы, и не пришлось бы вот это вот ходить. И им не пришлось бы ходить, и мне не пришлось бы ходить. Вот такая ситуация может возникнуть и у вас, мои дорогие. Так, надо бегом-бегом бежать через дорогу, пока зелёный горит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, успела, хорошо. Раз дорога, два дорога, три дороги. Три дороги надо перейти, чтобы на остановку попасть. Целый круг делать. Ну, не ладно, не в этом суть. Самое главное, что я всё это сделала. Самое главное, что мне уже никуда больше не нужно эти справки собирать. Я успеваю в садик за Настей на тренировку. Я думаю, что успеваю вообще-то. У меня ещё больше часа, есть время впереди. Так что я рванула. Рванула, девочки. Рвём. Всем привет! Я всё успела, девочки. Я ещё даже успела заскочить на 10 минут в магазин и купить себе купальник. А завтра с девочкой на спа отправляемся. Не на речку, а в спа, в спа. На бассейн. 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 Я отправлялась. Меня ведут туда. Меня пригласил в бассейн. Что такое? Там для взрослых придёт. Это не такой непростой бассейн. Для взрослых жёстей. Так что я ещё успела в садик заскочить, маски забрать. И едем на тренировку. Вроде и все успевают. Хочу домой. Уже не могу. На улице такая жара. Я только выпираюсь. Мокрая вся. На солнце находиться невозможно. И дома у меня ключи сплетни. Не дома. Просто сейчас. В общем, хочу уже домой. Уже расслабиться. Сегодня такой вот день был. Мы пришёл. Ну, побегала не зря. Я рад, чтобы всё сделала. Мне уже не нужно быть выше. Мне бы поехать в садик кабинет. И решать, кому нам надо. Да. А ты что-то хочешь сказать? Связано. Звезда моя постриглась. Ну, дочка показывала свою коробку, да? А я уже ей косичку такую закрутала. Две косички, да, скрутала. Вчера вон на часик. Две такие косички. Ну, ещё. Зато сейчас лето, жара. Да? Полегче стало чуть-чуть. Ну, всё. Ну, всё. Попряемся сейчас. Синфенировка. Кривляшка. Пришла я девочке домой. Хочу показать вам купальничек, какой я купила. Ну, взяла совместный купальник, так как у меня комплекция уже стала побольше, чем была раньше. В общем, взяла я его за 720 рублей в нашем магазине, который вот недалеко от дома находится, твой стиль называется, на Калинина находится магазин. В общем, три варианта я померила, но вот эта расцветочка мне понравилась больше и сидит на мне получше. Сейчас я его сполосну и завтра уже буду готова в нём пойти купаться. Всем доброе утро, мои хорошие. Пол шестого утра. Я уже не сплю целый час. Как хорошо утром. Спокойно, тихо. Никаких тебе нервов. Класс. Девочки, я как всегда просыпаюсь с хорошим настроением. Солнышко светит, птички поют. Всё классно. Но вчерашний день, конечно, был жесть. Я сегодня уже готовлюсь ехать в спа с дочкой. И я думаю, что сегодня будет уже другой, ну, как другой день, другое настроение. Поэтому я спа решила снимать уже отдельно. А это видео я хочу, пускай коротеньким, но его завершить на этом. И подведём итоги, собственно говоря, вчерашнего дня. Я вчера с утра не стала снимать. Я пошла в Сбербанк и простояла там больше часа. Был такой большой наплыв народу. И, в общем, там некуда было яблоко упасть. Я не знаю, обычно в Сбербанке таких очередей нет. Но мне повезло. Вчера в очереди там постояла. Не стала снимать, думаю, ну, чтобы не спугнуть удачу. Потому что я так настроилась. Вчера мне хотелось завершить уже всю эту эпопею с этими ЖКХ, с этим мусором. И, в общем, со Сбербанка я там взяла выписку, поехала в бухгалтерию. Мне там сказали, нужно справку о составе семьи. А паспортистка с трёх часов работает. Поэтому я вернулась домой и к трём часам поехала туда. В три я уже туда приехала, уже была там. И там уже было народу человек 25-30. Но то, что я вот так поснимала немножко ниже головы, я не стала снимать людей, чтобы меня там камнями не закидали. Потому что люди были настроены очень агрессивно. Агрессивно ругались там. Ну, а потому что многим сказали заходить без очереди. Кто повторно приходил, уже был там, какие-то документы оставляли. Им сказали забирать без очереди. Но таких людей оказалось половина из очереди. И они все норовили без очереди пойти. В конце концов, те, кто очередь занял, ополчились и сказали, «Так, мы тоже без очереди. Поэтому те, кто без очереди, тоже становитесь в очередь». В итоге ругались там, ругались. Те, кто слабонервные, не выдерживали, некоторые разворачивались, уходили. Но нашлось два наглых мужчины, которые вообще просто устроили там такой скандал. Разозлили женщин, хотя в очереди сидели. И женщины с детьми, и бабушки, там пожилого возраста люди. В общем, разозлили. Люди уже намертво стали у дверей. Мужчина, там женщина. Вызвались активисты, которые просто никого вообще не пускали. Всех только по очереди. И в конце концов, вдвое пришло. Мужчин здоровых, которые пришли, сказали, «Мы там начальники, замначальника ЖЭО, и я тут работаю, и я вообще тут хозяин, и меня пропустите». И, короче говоря, в конце концов, он прорвался всеми правдами, неправдами. И слава Богу, что выперла его паспортистка, сказала, «Я не знаю этого человека». Уже выдумщики такие, что просто уже на ходу придумывают, что они там просто вот он начальник, а он здесь хозяин вообще. Что сейчас закрою все, и вас вообще никто не будет отпускать. И оказалось, я вообще, честно говоря, ему поверила. Я бы пропустилась, на дверях стояла. Но оказалось, что никто, он там никто, его даже паспортистка не знает. Вот, ну, вот этот скандальчик небольшой, я не буду вырезать, я его просто оставила для того, чтобы просто вы посмотрели. Очень маленькое помещение, люди скопились у двери, потому что всем сказали без очереди, все ближе к двери. В общем, там теснотища была страшная, я там сидела в уголочке, в общем, и уже так достала камеру, думаю, ну, хотя бы просто чуть-чуть так поснимаю, чтобы вы немножко поняли атмосферу, которая там царилась. Меня больше всего в этом удивляет то, что сейчас вот МФЦ, да, пооткрывали для того, чтобы люди уже ходили в МФЦ, там уже по записи, там уже как-то нету вот такой вот очереди, ничего. Ну, собственно говоря, сын у меня туда и ходил, регистрацию, он перезарегистрировался, другой адрес в МФЦ. Ну, как оказалось, видите, бухгалтер меня направила в паспортистки для того, чтобы та дала справку о составе семьи. Там, кстати говоря, ни одного компьютера в кабинете нету, раньше их там работало 4 человека, 4 участка было, сейчас принимает одна. И у них там по старинке картотека в этих бумажных вариантах, вот такие ящички стоят по домам, и там вот эти карточки, которые у меня карточка с 85-го года, там где записывались дети в очередности их рождения, потом внуки туда вписывались. Сын там оказался невыписанным, и это хорошо, что у меня с собой была ксерокопия его регистрации, его и Насте, я ей предъявила, и она их уже там написала по метке, что они выбыли по этому адресу. В общем, получила эту справку я, отнесла в бухгалтерию. Бухгалтер сказала, что работает до пяти, и я к ней попала полпятого, и хотя там не было ни одного человека, но меня тоже приняли не сразу, потому что у них было застолье. В кабинет меня не пустили, в коридоре я сидела, ждала, пока они там выпьют, запусят, у кого-то день рождения, она вышла. Но, слава Богу, что она меня не отпульнула, в общем, дала мне возможность написать заявление, приложить туда. Мне понадобилась, собственно, справка о составе семьи, квитанция дочки, справка, что нет задолженности, и вот это заявление. В общем-то и все. Мне даже выписка не понадобилась из банка, о чеках, которые оплачивались на протяжении последнего года. Она сказала, вот мы делаем месяц в месяц, мы никаких возвратов денег не делаем, в общем, короче говоря. Ну и хорошо, если они хотя бы с этого месяца уже мне не будут начислять за мусор, за всех. У меня в квитанции пять человек числилось. Вот следующая квитанция должна прийти уже на меня на одну, потому что я здесь одна живу, по факту. Ну, так, по крайней мере, пообещали. Будем ждать и будем смотреть. Если там что-то будет не так, я уже опять поеду туда, но я надеюсь, что все сделаю как надо. На это я очень надеюсь, я всегда надеюсь на лучшее. Вот. И, девочки, поэтому я хочу, в общем-то, закончить на этом видео. Хочу закончить тему. Надеюсь, что к этой теме мне возвращаться уже не придется. Я прошла семь кругов ада для того, чтобы в квитанции поменять мне количество членов семьи, которые здесь проживают и пользуются мусором, выбрасыванием мусора, утилизацией. На этом я хочу с вами попрощаться. Надеюсь, сегодняшний день у меня будет хорошим, видео будет позитивным, но это будет уже следующее видео. Надеюсь, что это будет следующее видео. Ну, а я с вами на этом прощаюсь, девочки. Кому видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Когда у нас уже закончатся эти паспортистки и эти вот эти бумажные карточки. Меня удивило, что там нет ни одного компьютера. Если бы это была единая база, то было бы меньше проблем и очередь была бы меньше тоже. Уже не стали бы так долго люди стоять в коридорах. Я, честно говоря, вчера почувствовала себя, как будто я попала в 20-й век, в Советский Союз, когда у нас везде были очереди, везде были коридоры. Но я, честно говоря, шла туда, я уже настраивалась на это все дело. Но это, конечно, не для слабонервных. Слабонервные не выдерживаются и уходят. Вот. Так что, девочки, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. А я хочу с вами попрощаться, видео это закончить. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok